Если неправда сходит кому-то с рук, а кто-то другой повторяет ее, ему это также сходит с рук, рождается правда. Неправда становится все правдивее каждый раз, когда она побеждает, ввиду того, что правами на исторические факты всегда обладают победителей. По-другому просто не может быть. Это вовсе не означает, что все что угодно можно облагородить через бесконечное повторение. Просто последовательное соглашательство придает чему бы то ни было значимость. Нет такого понятия, как моральное право. Есть только истинное право, сбалансированная смесь законов природы, Законовостояние, противостоящее признанному праву, установленному популярным консенсусом и практикой, правилами игры. Мораль, чисто человеческое изобретение, сделанное в угоду интересам людей с недоразвитой чувствительностью. Нам постоянно приходится решать, жить ли по закону, либо по правилам игры. Каждый путь верен. Из двух альтернатив я всегда предпочитаю закон, но этот путь часто более рискован и более жесток. Другой способ победить в их же игре требует большой стратегической подготовки, планирования и денег. Вот почему в вопросах, насажденных лже-моралью и благовидными правилами игры, но не подпадающими под действие уголовного кодекса, я применяю мое собственное правило. Правил нет. Если вы вводите новое правило и оно приживается, вы создаете тем самым право для себя, пусть и эгоистическое. Все, что преобладает, подавляет, контролирует, сдерживает, порабощает или каким-либо другим способом удовлетворяет мазохистские нужды человека, всегда будет рассматриваться как право. Никакое количество разговоров об обратном не сможет опровергнуть то, что доказано в прошлом и усилено настоящим. Если какое-либо действие или вещь от природы неправильны, сатанист попробует хоть и тайно протянут природе в руку помощи, насколько позволят обстоятельства. Продолжение следует...